Долги за услуги ЖКХ с граждан будут теперь взыскивать коллекторские агентства, то есть все, теперь предлагают новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности. Видите, включились и таких коллекторов, и еще государственных сделать коллекторов, и мало того, что государственных коллекторов, еще сделать частных судебных приставов, то есть государственных коллекторов, законопроекта, частных судебных приставов, законопроекта о том, чтобы взыскивать могли любые, там кто хочет, долги по ЖКХ, любые коллекторы, о чем говорят, о том, что хотят хоть каких-то денег любым совершенно. незаконным путем. Захарова назвала статью польского премьера об осведанцами самоубийством. Представляете, вот все эти, путинская вся эта шобла, они продолжают войну, продолжают войну за прошлую победу. Для них это очень важно, вот эта война за прошлую победу прошлого государства. Понимаете, война за прошлую победу прошлого государства. Почему это для них важно? Ну, потому что в настоящем у них нет абсолютно никаких побед. Поэтому для них вот есть прошлое государство, у них есть прошлые победы, и они с власовским флагом там ходят. Безумие какое-то, просто безумие. В России предложили создать флот дирижаблей. Ну, а что еще предлагать? Давайте дирижабли строить, катапульты. А что еще надо? Вообще жесть, конечно. То есть, они не могут сделать нормальных самолетов, они не могут сделать космических кораблей, они не могут сделать то, что делает Маск, да. Что-то надо сделать, а что сделать? А давайте сделаем дирижабли. А потому что это проще парень и реп, и взял, надул баллончик, да, такой баллон надул, и на нем можно летать. Хренов как дров. Это как раз самое тяжелое. Англичане, вон, уже убедились. Когда сделали дирижабль похожий на жопу, ему, в общем-то, возрадовались. Сказали, смотрите, какой замечательный дирижабль. Только я, помните, высказал сомнение, так скептически отнесся, похож на жопу, как бы чего не вышло. Ну, так и вышло. Эта жопа рванула, взорвалась и, в общем, даже людей прибило. Поэтому, я думаю, ну, все эти планы и дирижабли с космодромом восточным связаны. Они туда будут возить, отвозить. Ну, зачем строить дороги, когда можно делать дирижабли? Вот что вбаскивать в этих людей? Жуть. Сейчас уже всякие квадрокоптеры, не знаю, что делают. Там квадрокоптеры поднимают дальномеры груженные. Представляете, огромное количество подлетает, цепляет в интернете. Посмотрите, это не приколка. А они дирижабли все делают. Блядь, вот что у них с башкой этих людей? Не знаю. На гранты для региональных проектов дополнительно 3 миллиарда. То есть, Путин пытается за эти копейки купить там всяких отморозков. И вот какой-то археолог там в Липецкой области, археолог, я подчеркиваю, предложил Путину совершенно невероятный проект. Я подчеркиваю, это археолог, историк. Есть маленькая несправедливость, потому что у председателя КНР Си Цзиньпина есть великая стена, а у нас нет. Стена может стать популярным туристическим маршрутом. Короче, огородить Белгородскую, Вороческую, Липецкую, Тамбовскую область решил вот этот дедушка или там, я не знаю, сколько ему лет. Представляете, вот там, что в башке, да? Вот у Си Цзиньпина есть стена. Так я что, Си Цзиньпин столь построил? А у него этой стены нет. Давайте здесь Великую Китайскую стену угородить. И что ответил Путин? Ну, я бы сказал, ну и вежливо, конечно, там, сказал бы, знаешь, что там, блядь, там, до хера того, чего нет. Китай есть у нас. Давай развивать. Мы же не можем. А вот в Париже есть эфелию башню. Давай у тебя в Липецке поставим эфелию башню. Да? Ну, глупость. Правильно? На это Вова заявил. Я прям зачитаю. Глава государства заметил, что попросит профильные ведомства изучить инициативу. Можете себе представить, то есть там в этих профильных ведомствах люди, по идее, должны заниматься его этими там национальными проектами и так далее. Они будут вот этой херней заниматься, вымерять эту стену, сколько она стоит. Можете себе представить? Это будут десятки людей, если он даст такую команду. Может быть, сотни. Это будут куча структур всяких, которые будут что-то просчитывать, рассчитывать, какие-то проекты рисовать. И просто посмотрим, что там можно сделать. Это интересно. Представляете? То есть вот этому дебилу, только дебильные проекты интересны. То есть любой нормальный проект в информационном мире. Не стену городить. Какие нахер стены? Со стенами все было ясно, когда вышел альбом The Wall. Все. Восьмидесятый год. Все на этом закончилось. Стена. Стена рухнула. Стены рушатся. Там есть еще кое-где стены. Но там херово живется, там где стены. Понимаете? Ах, блядь.